Закон о валежнике Валежник можно собирать только ручными инструментами. Пилы ручные и топором. Бензопилы запрещаются. Пилить лес в деревья тоже нельзя. Ветровал, который с корнем лежит, его тоже нельзя. И сухостой, и ветровал валежником не считается. Еще валежником не считаются порубочные остатки в местах заготовки древесины. Если ветер сломал дерево посередине ствола, то верхнюю часть вы можете смело забирать себе. Но то, что осталось на корню, если даже уже и расти не будет, спиливать и забирать нельзя. В новом законе все непросто. Например, вот это дерево брать нельзя, хотя оно и сгнило. У него видны корни. И это ветровал. А вот это валежник. И оно уже сгнило. Оно валяется. Оно упало без корня. Так удастся ли почистить леса с помощью этого закона? Специалисты говорят, что нет. Ведь если гнилушка повисла на соседней кроне, трогать и ронять ее нельзя. То же касается и веток, которые остаются от нерадивых лесорубов. Опасность, которая угрожает лесу от этих остатков – развитие паразитов. Вредители, надежно прикрытые сугробами, могут зимовать в кучах палок. Также есть вероятность развития на здоровых деревьях, грибов-паразитов и черной плесени. Большая часть древесины по-прежнему будет гнить и естественным путем уходить в землю. Павел Половов, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.